Чик, кричи. Барабаны на готов! Не лезьте, блять, в хип-хоп! Противостояние блогеров и рэперов в 2018-м звучит не так убедительно, как это было 2 года назад. Именно в это время самые разные видеомейкеры стали пытаться запрыгнуть на поезд хайпа. Ау-е! 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 Но стоит сделать маленькую ремарку. Успешная группа, Крэзи Мега Хелл, Хлеб, Стилл Райтер и другие ютуберы еще задолго до этого времени выпускали рэп-контент, и никаких претензий к ним быть не может. Зато это знатно задело рэперов. Ведь обидно, когда Хованский собрал главклаб на 3000 человек, находясь в роли МС меньше, чем год. Разница в просмотрах клипов только добавила масла в огонь, и конфликт был неминуем. Со временем ситуация стихла, и как-то всем нашлось место. Мода на диссы прошла. Оттого потуги блогеров в рэп-индустрии заметно сократились. И закрадывается вопрос, много ли слушают рэп-видеоблогеров, именно поклонники хип-хопа. То есть те люди, кому совсем нет дела до ютуба, да и они впервые видят этого блогера. Я не совру, если скажу, что на концерты рэп-блогеров приходит огромный пласт людей, являющихся подписчиками, что поддержат абсолютно любые начинания. Но есть ли среди блогеров на платформе ютуб, а также других сайтах, какие индивиды, что смогли привлечь интерес своей музыкой, не только у подписчиков, но и у людей извне. Смогли бы эти блогеры, что собирают большие залы без ютуба, только треками собирать большие площадки, и только потом, изучая биографию, кто-то знатно удивится бэкграунду артиста. Давайте разбираться. Филки Фрэнк, Пингай. Знакомы ли вам эти имена? Думаю, 50 на 50. А если речь о слове Харлем Шейк? О да, я думаю, тут немало зрителей, что помнят этот челлендж, наделавший много шума в феврале 2013 года. И тем человеком, кто придумал его, является Джордж Миллер. И ко всем его альтер-эго добавляется еще один, Джорджа. Казалось бы, суммарная аудитория двух ютуб-каналов приближается к 8 миллионам. Огромные деньги, контракты, авторитет, всемирная известность. Просто плыви по течению и кайфуй. Но поворотным событием в жизни Джорджа стала болезнь, что связана с повреждением связок. Для реабилитации ему необходимо было приостановить творческую деятельность. И так вышло, что именно в этот момент произошло осознание. Он понял, что не хочет больше быть клоуном. Джордж решается на отчаянный шаг. Он отрекается от Филти Фрэнка Пингая, дабы испытать свои силы именно в серьезном, осознанном творчестве. Сам парниша родом из Японии, жил в Австралии. И после того, как болезнь начала уходить, он меняет место проживания с Токио на Нью-Йорк. Где быстро становится членом азиатского лейбла 88 Racing. Музло изменилось до неузнаваемости. Теперь это томный R&B. Все досконально продумано. Каждая деталь в клипах, локациях работает на общую концепцию. Парень на рассчиты отказался от всех благ, ради того, чтобы реализоваться в сфере, где давно мечтал. Но в силу разных причин, боялся покинуть зону комфорта. В итоге сейчас Джордж является одним из самых перспективных артистов этого гэнга. Его песни далеко вышли за рамки блогинга, и фанаты растут по всему миру. А также авторитетное музыкальное издание отмечает талант бывалого видеомейкера. Но сможет ли он занять лидирующие позиции в музыке, приближенные тем, что были на ютубе, покажет время. В русскоязычном сегменте ютуба тоже есть интересные персонажи. Но как я и ранее говорил, было бы интересно смоделировать ситуацию, когда у них нет каналов, но есть треки. И был бы успех сравним с тем, что имеется сейчас. Тот же Бибер начинал с каверов, без каких-либо средств и возможностей на раскрутку. То у нас разве что Little Big смогли стать той группой, которую слушают далеко за рубежом. Поговорим о тех, кто потенциально может сделать крутую музыку. И не только для своих подписчиков, но и обособленную от своего медийного образа. Эльдар Джарахов последние два года сделал большой скачок в музыкальном плане. Сместив акцент с песен про Элдак и различных пародий, на более серьезные и профессиональные работы. Крэйзи Мегахэл наряду с успешной группой является прямо-таки ветераном ютуб рэпа. Он пережил великую рэп-битву и Амахасла. Правда, иногда его заносят в критику. Но справедливости ради, когда Руслан занимается мозлом, выходит на высоком уровне. Даня Кашин оборвался в начале 17-го года и одна из тех составляющих. Что позволило ему добиться успеха, это неординарная актерская игра. И в скетчах других блогеров и своих пародиях. Парень виртуозно передает эмоции и особенности персонажей. Выпустил успешный релиз, с которым отправился в тур по городам необъятны. Его друга и коллегу и так все знают по интро на моем канале. Моргенштерн также обладает отличными актерскими данными. И весьма натурально парагировал самых разных деятелей музыкальной сферы. Прорывным форматом стал Изирэп. Далее. Раздутый конфликт с Хованским. Выпуск пластинки и вуаля. Тур с солдаутами. Казалось бы, не меняй курс. Делай второй сезон Изирэпа. И к концу года будет 3 миллиона. Но Алишер в последнем ролике объявил, что Изирэпа больше не будет. Он практически, как Филти Фрэнк, отказался от самого денежного формата. И чтобы вы не расстраивались и испытали себя на месте того, кто пишет Изирэп. Морген оставил подарок в приложении Bitmaker Go. Его я уже ранее упоминал. Теперь там имеется пак с сэмплами. Благодаря которым Алишер создал свои хиты. В этом приложении очень легко писать биты. Очень легко освоить базовую ритмику. И в общем всем тем, кто хочет начать свою карьеру битмаря, советую именно начать с такого приложения. В связи с этим я организую новый конкурс. Необходимо будет сделать трек на новые интро. Используя сэмпл пак от Маргенштерна в приложении Bitmaker Go. Здесь очень много разных сэмпл паков, а именно в моем вы сможете сыграть Хермита, Похуй на Слова, Навального Леху, в общем все хитяры. И обязательно фразу барабан из Изирэпа с Кизаро. Барабан! Ограничение на трек 25 секунд. Сэмпл паки в приложении Bitmaker Go, которые есть и на Android и на iOS. Вы можете крутить, вертеть, нарезать, ускорять. В общем делайте как душе угодно. Жанр любой. Хоть драман бэйс, хоть хаос. Главное, чтобы круто звучало. И я сделаю к этому видеоряд. Так мы с вами соорудим новое интро. Конкурс до пятницы 13-го. Ссылочка на Bitmaker Go где? Правильно, в описании. Дерзайте, господа. Глядя на этого паренька, что снимал вайны, создавал зашкварные челленджи. Довольно сложно представить, что когда-то он станет узнаваемым артистом. Да еще и с брутальным образом, которого слушают по всему миру. Мази Маз в одно время был одним из самых быстрорастущих блогеров мира. Также он являлся довольно близким другом Каспара Ли. Еще в бытность видя блогерам, он испытывал себя в музыке, и всерьез его никто не воспринимал. И дабы показать, что он не шутит, парень скрывает абсолютно все ролики с канала, приближающегося к миллиону. А все это сделано, чтобы было проще забыть слащавого блогера. Он хотел вдарить рока в этой шалаве, и группа Мэтт Сити стала творческим рехабом для Мариуса. Где он наконец-то делал то, что хотел. Однако тех же цифр не получалось повторить. Но потом его осенило, и он изобрел свою формулу по достижению успеха. В которую входили, первое, яркий образ, броник, тату, дред и маска. Гитарные рифы и просто взрывные инструменталы. Агрессивная техника, плюс элементы экстрим вокала. Злые тексты, где нашлось место таким актуальным адлибам. И успех был просто предрешен судьбой. Ну а год назад клип Хёрд Атак, заметили на западе. А осенью Лорда, приметили и у нас. Ну а дальше вы и без меня знаете. Ну и наверное, самый неожиданный участник этой подборки Боунс или Костя. Мало кто знает, но еще до карьеры артиста, под его первым псевдонимом, Зед Кит. Элма увлекался съемкой и монтажом видео. Имели место видеоработы с гольфом. Видео с размышлениями о жизни. Любовные ролики с девушкой. И даже вайны, ну или скетчи. Все это Элма снимал и выкладывал в сеть. Но как только, он начал делать первые шаги в музыке, а в дальнейшем изменил свой стиль, став Боунсом. Эти видео могли навредить его образу, отчего парень решает все это скрыть и удалить. Но реальность такова, что попадает в сеть однажды, остается навсегда. Ну а кто, по вашему мнению, еще из блогеров популярен? Не только среди своих подписчиков, но и у более широкой аудитории. Пишите свое мнение в комментариях. А также, у кого из упомянутых персонажей, вам нравится именно музыка, закрыв глаза на видеоконтент. Если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте. Любите рэп и всем удачи!